Вы сейчас нам сделали очень большой, красивый и хороший экскурс как политолог. Это был великолепный политологический анализ, но я хотела бы вас спустить на землю грешную и ответить на такой вопрос. Что бы вы могли пообещать вашим избирателям в плане содействия, развития институтов гражданского общества и органов самоуправления? Мне казалось, что в настоящее время именно этих органов, органов самоуправления на местах нам катастрофически не достает. Если бы они были достаточно развиты, то ситуация в общественной жизни была бы немножко иная. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я, наверное, разделяю на 100% вашу оценку. Я считаю, что институты гражданского общества у нас тормозятся искусственно. Не просто тормозятся, они уничтожаются, скажем так. Потому что гражданское общество у нас сложилось достаточно неплохое за 90-е годы, начало нулевых. И мы прекрасно помним, как это гражданское общество вело себя, функционировало. Мы помним, как оно реагировало на все вызовы текущей баллистической повестки, как оно формировало свою позицию, как оно отстаивало свои интересы корпоративные, не побоимся этого слова сказать, да, интересы тех или иных слоев населения, тех или иных организаций общественных и так далее. Вот сейчас, к сожалению, за последние особенно 10 лет сделано все, чтобы органы, не только органы местного самоуправления были рудиментарными придатками властной вертикали, но и гражданское общество тоже. Мы видим, что под предлогом борьбы с иностранной угрозой, с иноагентами и так далее, уничтожаются под корень совершенно не те организации, которые там финансировали, я не знаю, цветную революцию. Такие может и есть, но их там 2-3, наверное, на всю страну, мы их все знаем. Тем не менее, иноагентами можно объявить любого. Вот, в частности, нашего ОКП тоже можно объявить иноагентам, потому что, условно говоря, какие-то левые партии, коммунистические партии зарубежных стран оказывают нам какое-то спомоществование, в том числе и в материальной форме. Это вообще-то мировая практика, когда солидарность, да, вот есть такое слово солидарность, коммунистическая солидарность, международная солидарность. Мы помогаем, в общем-то, в меру своих скромных сил. Там, условно говоря, когда того же упомянутого полецкиса приговорили к большому штрафу вот за его высказывание на телевизоре, мы даже какую-то там материальную помощь передали, да, ну, каким-то образом таким, очень неявным, да, мы не могли это сделать явно, потому что там точно те же законы. Вот, и, конечно, строго говоря, под вот эту вот деятельность, так называемую деятельность иноагентскую, можно сейчас запрятать любого. Но дело даже не в этом, дело даже не в этом. Дело в том, что ставятся препоны законодательные на пути развития любой общественной организации, которая действительно не аффилирована с властью, которая от нее не зависит. Потому что, ну, есть, собственно говоря, чисто материальные какие-то вещи, да, там же, ну, я не знаю, аренда офиса, да, аренда помещения. Если раньше это было доступно, сейчас в контексте ухудшения нашей экономической ситуации, обнищания всех и вся, вот, это уже очень становится дорогим делом. Значит, осуществление какой-то деятельности, да, мало того, что ставятся законодательные барьеры, да, люди уже не могут делать то, сё, пятое, двадцатое, вот, они должны каким-то образом, это уже, конечно, не формальное влияние государства, а действительно такое, как бы, по факту. Вот, они должны, кто-то должен давать откаты, да, чтобы, допустим, тебя не закрыли. Вот, допустим, замечательные общества, которые мы знаем еще с советских времен, они сохранили даже названия, не будем говорить, чтобы не навлекать на них, так сказать, внимание всяких органов нехороших. Вот, они для того, чтобы нормально существовать и осуществлять свою поставную деятельность, они просто вынуждены выплачивать откаты, там, тем или иным лицам, и мы их все знаем, этих лиц. Вот, тем не менее, так сказать, все, как бы, эти правила игры эти принимают, но если не принимают, тогда, соответственно, эти организации каким-то образом чудесным, волшебным, прекращают свое существование. Вот, и таких примеров много, то есть, как бы, противодействие гражданскому обществу идет и как на официальном, на законодательном уровне, так и на уровне, так сказать, реальной жизни. Вот, это, к сожалению, большая беда. А что касается местного самоуправления, то оно в нашей стране развито очень плохо, скудно. Местные, органы местного самоуправления, те же муниципалитеты, они буквально лишены каких-либо рычагов влияния, потому что у них нет денег. Вот, местное самоуправление, оно у нас исключено из системы государственной власти по закону, да, то есть, это не, они не входят формально в гласную вертикаль. То есть, это именно местное самоуправление, которые получают, органы местного самоуправления получают копейки и, естественно, ничего серьезного делать не могут. Вот, есть целый ряд кандидатов, депутатов, которые выступают с идеей так называемого партисипативного бюджетирования. Что это такое? Это хорошая идея, и в рамках вот этого буржуазного, так сказать, реформирования законодательного, мы эту идею тоже поддерживаем, потому что это хоть маленький, но какой-то кусочек, да, свободы для органов местного самоуправления. Люди могут какой-то процент государственного финансирования распределять на конкурсной основе по своему усмотрению, да. Значит, на основе конкурса, да, конкурса проектов, конкурса инициатив, конкурса идей можно что-то сделать. В Москве, в Москве тема партисипативного бюджетирования, она табуирована. Просто запрещено на эту тему говорить. Вот в ходе выборов девятнадцатого года это проявилось. Значит, те кандидаты, которые эту тему поднимали, они волшебным образом оказывались от выборов отсечены. И таким образом, почему-то именно в Собянинской Москве эта тема, она совершенно вот такая полукриминальная. Хотя многие субъекты федерации, ну, скажем так, примерно половина, наверное, регионов и около половины областных центров, допустим, больших городов, они именно живут, имея вот эту вот опцию партисипативного бюджетирования в своих уставах городских, в своей деятельности. То есть это совершенно обычная вещь. В других странах это тоже везде практикуется. Но в Москве это вот задвор молчания окутывает эту тему. А это была бы реальная возможность тем силам, которые реально что-то собой представляют, предлагают какую-то хорошую идею и готовы довести ее до конца. Здесь можно было бы очень много, конечно, чего придумать. В Москве эта вот идея, так сказать, она умерла и вряд ли возродится на этих выборах. По крайней мере, я не слышу, чтобы об этом кто-то говорил. То есть того, оно такое вот вполне реальное. А что касается института, который вы вспомнили, мне он очень тоже дорог, хотя год пришлось только проработать. К сожалению, он тоже прекратил де-факто свое существование, потому что там, ну, во-первых, умерли члены руководства некоторые, во-вторых, потому что действительно институт испытывал давление. Вот, кстати, вы будете смеяться. Несмотря на то, что институт работал, в том числе и под заказом той же самой власти, а вот по заказу отдельных министерств, ведомств, по заказу администрации президента даже. Вот, но, тем не менее, в какой-то момент, когда институт начал давать слишком откровенную статистику, слишком откровенные какие-то аналитические доклады, вот не причесанные, не лакированные, которые у нас очень любит власть читать, вот, а реальные, вот, почему-то, почему-то вдруг автоматически, значит, им перестали заказывать работу, да, то есть фактически обрекли их на закрытие, да, то есть самофинансирование, самоокупаемость института, она каким-то фантастическим образом быстренько прекратилась. Вот, если бы они писали какую-нибудь лабуду, которую гонят под видом аналитики наши, вот так называемые эти «сингтэнки», а как это произносится, аффилированные, значит, с правительством и администрацией, они бы жили и процветали по сей день. Сейчас, к сожалению, этот институт, ну, я не знаю, может быть, осталось юрлицо, там вывеска какая-то, но, де-факто, увы, этого института уже нет. Спасибо. Спасибо.